МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все правильно! О детских новостях нашей республики вам готовы рассказать Никита и Данила Васильева, а еще наши корреспонденты. Сегодня вместе с ними отправимся на осенний бал, узнаем, чем гимназисты отличаются от обычных школьников, будем вести здоровый образ жизни и играть в баннерные игры. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот и началась вторая учебная четверть. Как же быстро летит время! Совсем недавно мы рассказывали телезрителям про праздник 1 сентября. А сейчас расскажем о том, как в 4-й гимназии прошел другой праздник – посвящение в гимназисты. Всю первую четверть пятиклассники этой школы были обычными учениками, а сейчас, наконец-то, стали гимназистами. ПЕСНЯ К этому дню пятиклассники готовились заранее, разучивали стихи, песни, танцы. Ведь надо показать всем работникам школы, что учиться в гимназию пришли самые талантливые мальчики и девочки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ни для кого не секрет, что учиться в гимназии сложнее, чем в обычной школе. Здесь и уроков больше, и домашнего задания тоже. В 4-й гимназии, например, каждый день проходят уроки английского языка. Справиться с такой нагрузкой непросто. Гимназист отличается дисциплинированностью, ответственностью от обычного школьника. Я думаю, что гимназист получает больше знаний, которые дает ему учитель. Он должен быть усидчивым, потому что ему часто приходится выполнять большие самостоятельные работы. Гимназист должен тщательно выполнять домашнюю работу. Эти ответы ребят полностью совпадают с мнением учителей. Вообще гимназист должен быть грамотным, интеллектуальным, мудрым, находчивым, аккуратным. Принимать участие в жизни гимназии, ну и прославлять ее. Тем более, что 4-я гимназия уже второй год подряд попадает в список 500 лучших школ России. А все благодаря старательным ученикам, успешным выпускникам и, конечно, самым умным учителям. В конце праздника все пятиклассники произнесли клятву гимназиста. Клянусь традиции хранить. С душой открытой, сердцем чистым. Всегда гордиться, дорожить. Почетным званием гимназиста. Пока новоиспеченные гимназисты пели и танцевали в актовом зале, на первом этаже 4-й гимназии развернулась необычная выставка поделок. Дело в том, что все эти игрушки и фонарики сделаны из тыквы. Ну и фантазия у ребят. Я бы никогда не догадался превратить тыкву в клоуна или в вазу. Пожалуй, для полной коллекции тут только кареты золушки не хватает. День тыквы в 4-й гимназии проходит каждый год. И каждый раз ребята делают удивительные поделки. А еще готовят из тыквы разные блюда. А потом угощают ими одноклассиков и учителей. Ну а теперь давайте заглянем в другую школу. В 46-ю гимназию. Сейчас там проходит выставка рисунков. Тему продолжит Даша Павлова. Что значит вести здоровый образ жизни? Ответ на этот вопрос знают все ученики 46-й гимназии. Эти рисунки в коридорах школы напоминают и детям, и взрослым, как важно заниматься спортом, правильно питаться и не иметь вредных привычек. В конкурсе рисунков мы за здоровый образ жизни проходят среди учеников 4-х классов. Давайте познакомимся с авторами некоторых работ. Я нарисовала сразу две работы. Тебе жить и не губи себя. Эта девочка, которая держит плакат в руках, хочет всем сказать, чтобы не губили себя и занимались здоровым образом жизни. Я же делила свою работу на две части. В одной части говорится, что не стоит слишком худеть, злоупотреблять диетами, а во второй, что не стоит объедаться, есть всякую гадость, что надо употреблять только здоровую пищу, заниматься спортом. Я хотела изобразить на своем рисунке то, что болеть очень плохо и грустно. И поэтому, чтобы никогда не болеть, надо вести здоровый образ жизни. Ребята рисовать эти работы не ради призов в подарок. Немного важнее объяснить всем гостям школы, что главная награда человека – это его здоровье. Татьяна Николаевна, скажите, почему вы решили провести этот конкурс в нашей школе? В нашей гимназии в рамках акции «Молодежь за здоровое обружение» проходит большое количество конкурсов, мероприятий. Детям очень нравится участвовать и в спортивных конкурсах, и в творческих конкурсах. В частности, в нашей младшей школе мы решили провести творческий конкурс, конкурс рисунков «Молодежь за здоровое в жизни». Потому что нам кажется, что детей надо приучать именно к здоровому образу жизни в самом раннем возрасте. И я с этим полностью согласна. Даша Павлова, Александр Петров, Аккилбупсер. Мальчики и девочки, у меня к вам есть вопрос. Что вы делали во время каникул? Так, смотрели телевизор, гуляли. Кто-то ездил в деревню, кто-то на море. Здорово! А у нас с Никитой каждый день были тренировки. А вот ученики седьмой школы даже во время каникул бегали в школу. Правда, они там не учились, а веселились и играли. Не верите? Смотрите сами! Торопиться в школу даже во время каникул ученикам седьмой школы не впервой. Этих ребят довольно часто развлекают аниматоры креативной команды «Самый лучший». В этот раз праздник начался с веселой зарядки. Я самая, ты, самая он, самая, самый лучший. Я самая, ты, самая мы, самая, самый лучший. Ну вот и разогрелись. Теперь начинаются самые интересные игры на асфальте. Точнее, на специальных баннерах. Нам очень ребята нравятся из этой школы. И мы хотим, чтобы на каникулах наши ребята седьмой школы не сидели за компьютерами и за телевизорами, а выходили на улицу и играли в асфальтные игры, в которые играли в детстве их мамы, папы, бабушки и дедушки. Баннерные игры не только веселые, но и полезные. Это, например, развивает внимание. Попробуй быстрее соперника наступить по порядку на 25 следов. Мы вот в этих вот словах спрятаны мультяшные герои. Мультяшные. Вот, околоблок. Ребята, девочки должны назвать, что спрятано околоблок, отвечать колоблок. И быстренько ножками напечатать слово колоблок. И все. Давайте попробуем. Девочки, теперь смотрите, я вам... Легкое слово. Здесь спрятан мультяшный герой. Крэш. По-другому. Нет, крэш, смотри, крэш. Крэш. Давай, говори, подскажи. Шрек, печатаем слово Шрек. Смотри, быстрее, молодцы, молодцы. Каждому игроку выдали по три конфеты. Чтобы принять участие в конкурсе, одну конфету нужно отдать. Если проиграешь, твоя конфета достанется сопернику. Но зато если выиграешь, получишь сразу две. На старт. Внимание. Сейчас я скажу, марш. На старт, внимание, марш. Давай, 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 давай В этих играх конфет можно заработать целую шапку, вот такую, как у вас, например, потому что у нас были мальчики, которые ходили и складывали свои конфеты, потому что у них шапку именно, потому что у них не помещались в руках, в карманах конфеты, но все эти конфеты можно еще поменять у нас на призы и подарки на память себе, поэтому не только конфеты мы зарабатываем, у нас в конце открывается сувенирная лавка, в которой мы обмениваем памятные подарки на ваши заработанные конфетки. А в сувенирной лавке столько всего интересного, свистульки, ластики, линейки, журналы. Я когда узнал, что у нас будут игры, я с удовольствием сюда пришел и выиграл журнал. Я очень хочу сейчас играть и получать конфеты. Девочки, какая вам больше всего игра запомнилась? Мне больше всего понравилась игра клавиатуры, потому что там нужно щелкать ногами клавиши. Мне понравилась вся рука, потому что там можно заработать конфетку и ты не знаешь, кто победит и не знаешь, где там дырочка, потому что там легко запутаться. Расходиться по домам никто не собирается, когда вокруг так весело, забываешь и о времени, и о сырой погоде. Никита Коченев, Андрей Ишоклев, Акил Буктер. Продолжаем выпуск. Всем известно, что без интернета сейчас никуда. Мы хотим напомнить, что и нашу программу в любой момент можно посмотреть или пересмотреть в интернете на сайте Национального телевидения Чувашия. Или в нашей группе ВКонтакте. Заходите, смотрите, комментируйте, предлагайте тему для сюжетов. Вот, например, недавно к нам пришло сообщение от Юли Муравьевой. Юля рассказала, что в ее школе скоро будет осенний бал. У Юлины сообщение прочитали и сразу поехали на съемку в 10-ю школу. Здравствуйте! Сегодня в нашей школе проводится конкурс «Осенний бал 2014». Волшебство осенней поры поражает нас своей красотой и очарованием. Осенний бал – это общий праздник в нашей школе. Сегодня в нем принимают участие стыншеклассники. Что вы представляете, когда слышите слово «бал»? Ну, конечно, танцы. Свой неповторимый танец для бала подготовил каждый класс. И все пытались показать в нем осень. Танцы – это движение, движение – это жизнь. Сегодня Чебоксары – самый спортивный город Российской Федерации. Недавно у нас прошел Международный форум «Россия – спортивная держава». И, конечно, спортивные конкурсы, танцевальные конкурсы на сегодняшний день очень-очень актуальны. Ребята очень их любят, и они сделали свой выбор. Активисты школы сами выбрали это направление. И сегодня мы посмотрим, какие будут результаты. Оценивала выступление ребят серьезное жюри – учителя и выпускники нашей школы. Специалисты смотрели на массовость, костюмы, артистизм школьников. Отдельно оценивалась и оригинальная идея. Помните, какой это осенью был урожай яблок? Ого-го! Думаю, именно поэтому на футболках ребят 8-го А-класса красовали сочные яблочки. Их конкуренты из 8-го В-класса выбрали совсем другое направление – русский народный танец. Его вместе с подружками поставила Вика Поростаева. Первым делом сначала нашли песню. Очень долго песню искали, больше всего времени. Нашли песню, решили сшить костюмы руссконародные. Очень трудно давалось найти подходящую ткань. Более-менее нашли немного похожую. Каждый, получается, забрал домой костюмы, каждый дома сшили. Примерно показали, какие они должны быть. На технологии сделали платочки себе такие. Ученики 8-го В-класса тоже долго готовились к конкурсу. Их танец получился самым современным. Осень очень яркая и солнечная. Нам хотелось выразить эти краски осенью. И мы решили добавить что-то свое в осень, как мы чувствуем осень на самом деле. А теперь попробуйте угадать, какой 8-й класс выиграл в конкурсе. Правильный ответ – 8-й В. И мы еще раз поздравляем творческую команду этого класса с победой. Юлия Муравьева, Андрей Федоров, Александр Петров, Акил Бупсер. Движение – это жизнь. Какие хорошие слова. В нашей республике все люди должны танцевать или спортом заниматься. Можно делать зарядку даже сидя на стуле. Тренироваться на шведской стенке. А теперь, внимание, конкурс «Национальное телевидение Чуваши» и компания «Романа» объявляет конкурс детских фотографий. Мальчики и девочки, сфотографируйте себя или членов своей семьи на шведской стенке от компании «Романа». Покажите, как вы и ваши родные счастливы заниматься на ней. Выложите свою фотографию в официальную группу «Национального телевидения Чуваши». Вконтакте подпишите ее и оставьте номер телефона. Автору самой оригинальной и счастливой фотографии компания «Романа» подарит шведскую стенку. Вот на такой отличной новости мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Увидимся совсем скоро. До свидания! Вот и началась вторая учебная четверть. Ой! А теперь, внимание, конкурс «Национальный телевидение Чуваши» Продолжаем выпуск. Три, два, один. «Национальный телевидение Чуваши»